Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет урок, посвященный анализу на слух мелодических построений, ну мелодий, проще говоря, в разных ладах. Ну, возьмем лады народной музыки, помните, давайте вспомним, какие они есть, так, телеграмм, 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 ну сразу просто напоминаю вам, говорю это слово такое волшебное, да? Вот, подписывайтесь на наш канал. Так, и вспоминаем, что такое, какие у нас бывают лады народной музыки. У нас есть лады мажорного наклонения, к ним относятся три. Ионийский, он соответствует обычному натуральному мажору. Почему я сыграла семь ступеней? Потому что они семиступенные диатонические. Дальше у нас есть лидийский, как бы мажор с четвертой высокой ступенью, фадийский. Страннованно так звучит, но интересно. И микса лидийский, это мажор, ну, послушайте с чем. Так, вроде шли-шли, а потом, опа, и что-то такой си-бемоль возник. С седьмой низкой. Должна было быть. А, стало. И сток, препятствие. Вот так вот мы определяем, например, звукоря на эти лады. Так, еще у нас есть мажорная пентатоника. Это мажор без четвертой и седьмой ступеней, как бы, да? То есть без нет фа, нет си, ну, если отобрать. Так, и еще у нас есть лады минорного наклонения. Эолийский соответствует обычному минору. Натуральному, да? Дальше. Дорийский. Что-то там повысилось. А повысилось там, ну, не повысилось, конечно. Она изначально высокая, шестая ступень. Эти лады абсолютно самостоятельные. Это не производные от мажора и минора лады. Они самостоятельные. Они вот такие были. В них писали музыку, они такими существовали. А, фригийский. Я всегда запоминала, что во фригийском низкая вторая. Ну, вот так вот, да? Сто запоминается хорошо. В вторая, конечно, ступень у нас во фригийском ладу низкая. Дор, рэпи, моль, моль, мазь, ля, мазь, ля, мазь, ля. Я одну играю, можно, конечно, отля. Вот я буду лясти, моль, дор, рэпи, мазь, ля. Лок риский. Там не только вторая низкая, но еще и пятая. Темный минор. Ну и минорная пентатоника. Чем она от мажорной отличается? В ней сразу начинается с малой терции. Это как бы минор, минус вторая, шестая ступень. Очень быстро сейчас повторили эти звукоряды. Ну, а теперь я вам попробую посыграть в них мелодии. Вы попробуйте угадать, что это за звукоряд. В основе мелодии у нас лежит. Так, ну что, как вы думаете? А это пентатоника. Оно вот так чуть китайский звучит. И нету здесь седьмой и четвертой ступени. Так, вот такое что. Так, я не знаю, повторю ли эту мелодию. Еще раз. Не так было. Ну вот, примерно так. Вот основа как бы три случая. И что это за лад? Это лидийский. Четвертый как бы высокий. Я от ре сыграла. Ре, фа, диэс. Со, диэс, ря, со, диэс, фа, диэс. Ми, рэ, да, ми. Ну, там не так было. Не важно. Спамить, да, плохо. Извините. Вот, так, следующий лад. Зачем сыграла в конце эту ноту? Ну, чтобы вы не перепутали с еще одним таким же, да? Ну, что это? Ну, я уже подсказку дала, что они похожи. Это тот, в котором пятая нормальная. Вот она, фа, диэс, 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 диэ, ми, рэ, до си, да, до си, фа, диэс. Это в регийский. Только вторая низкая, а пятая нет. Так что вот это. Я не сыграю это еще раз. Ну, вам просто так вот наслушать. Так что это у нас... Значит, это звук... Ну, можно и... Оу. Сейчас с пентономикой перепутаете. Нет, не перепутайте, потому что шестая есть. В общем, это был ионийский. Там ничего не менялось. Просто вот я поимпровизировала в нем. Так, следующий лад у нас такой. Ну, вот зачем я закончила на этой ступени? Чтобы вас запутать, я начала как... Все-таки вот это, который не бедает. Давайте так сделаю, чтобы вас не путать, да? Потому что когда я закончила на третий, мы могли перепутать с мажорным вариантом этого самого. А это самое, это минорная пентатоника. Ре, фа, соль, ла, ла, ля, соль, ла, рэ. И вот фа... Я бы первый раз сыграла, да? А теперь ре, ду, рэ. Второй. Ре у нас в основе, и нету ми, нету си бемоль. Значит, это у нас минорная пентатоника. А мне на фазу хотелось прийти. Вообще, они такие, как бы параллельно-переменные. Минорная и мажорная пентатоника. Можно гулять из одной в другую. Просто смещать устой. Вообще, все лады, вот эти диатонические, у них модальная основа. Не тональная, а тоника. Извините, я сказала тоникой. Не слушайте, никаких тоников здесь нет. Здесь есть устой, вот который на сильном времени появляется. Какой-то мелодический устой. И дальше у нас движется мелодия, где на сильном времени остановилась. Не на сильном, а просто на более долгом. Может быть, у нас такие соотношения теперь не сильных и слабых долей, а соотношение долгости к короткости. Вот на чем мы остановились, то становится устоем. И получается устой плавающий. Он может перемещаться с одной нотой на другую, с одной нотой на другой. То есть, вот это называется горизонтальная природа. Ладовая, модальная, нетональная. Вот у этих ладов такая природа. Так, что еще у меня играло? Давайте такую штучку послушаем. Интересно? Так, еще раз. Ай, ну, боже мой, ну почему у меня такая плохая память? Извините. Все, разрушился. Ладно. Ну, что делать? В общем, по сути там ничего не поменялось. Это какой был вид? Дорильский. Это был Дорильский. От миа сыграла, до денес применила. И вот он такой, как бы, омажоренный веном. Красиво звучит. Так, все, я не буду больше напрягаться и вас напрягать. Желаем вам удачи и мира.